Всем привет! Это домика.ру В этом видео я расскажу о приставке AM8 Pro, настроенной под ключ. За то время, что мы настраивали эту приставку, прошло много времени. Появилось много всяких обновлений, приложений. А также стали настраивать с лаунчером Atugas. Он как-то более правильный. У него есть куча всяких настроек, по размерам иконок и так далее. Вот, если домашний экран выбрать, вот есть возможность здесь что-то поменять. Допустим, мелкий, да. Если экран большой, и чтобы больше на экране помещалось. В общем, можно что-то как бы понастраивать. Вот, размер иконок изменился. Также там настройка погоды, верхняя панель и так далее. То есть, мы оставили только погоду. Вот, что-то и часы. Так, что касаемо приложений. Вот, DRM Play. Понятно. Позволяет просматривать около 500 каналов. Может, ты мне тоже в долг дашь, а? Ну. У меня же ломбард, а не общий. Крыша также раскрашена соответствующим образом. На крыше тоже ирландский флаг. Согласен. Ну, раз ломбард, вон. Вообще, дерь... Так, зум тоже патченный. Тоже достаточно большое количество каналов. Интернет слабенький, поэтому не все каналы как бы открываются. HD-шные. Вот, что-нибудь попроще. Тоже не открывается. Ну, ладно. Пойдем дальше, посмотрим. Так, вот LinkTV. Тоже 900 каналов. Категориям все. 88% Активен был, как всегда, Капитан. Так, LightTV, эфир, Винг, цифровое, глаз, час. Это все телевидение. Дальше идут фильмы. Киногоу, Фильмикс, Вьюбокс, лампы настроенные. Что значит настроенные? Сейчас покажу. Здесь настроены кучи всяких плагинов. Которые можно еще там включить, допустим. Давайте посмотрим. Мы не все включили. Так, аэромышкой настроим работу. Вот всякие пиратские плагины можно подключать. Так, что тут, например. Здесь, соответственно, смотреть, что подключено. Просматривать можно как онлайн, так и через торренты. Вот вариант просмотра. Также есть вот лампище, призма, но все касаемо торрентов. Лази-медиа, хд-бокс, ютубы, всевозможные. Зона, хд-резка. Вот два магазина. Точнее, три. Один в Google Play, Аптоид и Технозон. В Аптоиде можно там какие-то игрушки скачать. Приложения обновить. Вот мои приложения. Он показывает доступное обновление. То есть можно что-то тут обновлять. Например, смарт-туб обновить. В принципе, все приложения можно посмотреть вот здесь. Есть приложения для создания бэкапа. Вот, в принципе, надо просто папку выбрать для резервного копирования. И можно как бы создать бэкап и в случае сброса в заводские все это восстановить. Не забыть включить права суперпользователя, которые уже здесь включены. Ни в коем случае их не отключайте. Вот. Вот он включен. Ну, в принципе, все. Купить можно приставку на нашем сайте домика.ру. На зоне. Яндекс.Маркете. Мега.Маркете. Используя там баллы Сбера. А также на Авито. Все. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok